итак друзья всем привет сегодня 5 марта 2024 года ну что ж я опять на пасеке нахожусь в помещении так по сезону все по рамкам нас навощено все здесь так вот хранится ждет своего часа на рамку трехсотую гнезда будем подставлять 2 для беда есть у нас вот еще в рамке новощенные и все здесь хранится да тут температура зимой порой бывало и минусовая но тем не менее все на месте ващины не лопнули не отошли от проволоки но тоже проверено что еще говорить то здесь тоже стопа у нас учатся магазинных рамок новых сделано я уже не помню скоро мы сделали ну и это вот плюс нашим нуклеусом 3 рамочных еще добавится 65 в этом сезоне все уже полностью мы сделали рамочки на ваще ли вот таким образом три рамочки с разделителями кстати рамочку вот так засыпать пчелу и поставить рамки чтобы у нас соответствовали нужным размером здесь мы сделали вот такие вот от полторашек отрезали бутылок получились такие стаканчики используем солому как то пробовали кто-то написал пенопласт можно как бы плавает он легкий все но ребята пенопласт разный бывает если твердость пенопласта мало и его грызут прямо там белок от этого пенопласта становится так что с пенопластом мы не заборачиваемся соломы положили все потом если что можно просто выбросить всю эту солому и так друзья сейчас найду покормил сухой корму до скушала дал еще хлебушкой и потому что хлеб она может унести твоему щенку заброшенный дом а вот сухой корм не может его вот смотрите все и побежала побежала кормить свои овощенко это у нас хранятся рамочки прививочные я уже показывал вам ребята все подготовлено одной планки 15 всего 30 ставим дописали комментарий почему столько много некоторые еще говорят что колпачки защитные одеваешь что они как бы особо не подходят где 15 находится у кого-то не подходит ребята у меня все подходит они ставятся более так плотненько вот таким образом видите все подходит все подходит так почему 30 они 20 ребята неоднократно уже говорил почему это так мы делаем когда накидаем и 30 личинок мисочки нам не нужен прием сто процентов бывает такое что где-то личинку можно повредить либо что-то как-то но не привык чел либо потом примут и маточник не очень нравится можно сделать выбраковку и оставить нужное количество принятых личинок на воспитании давата все это зависит от периода все зависит от периода когда вы будете выводить своих баток либо ради весной либо уже в летний период естественно разница будет в аточниках еще есть свое до воспитатели весной должны быть очень и очень большой силы ноги пчеловоды делает ошибку там бывает и так много пчелы мисочки не всегда с личинкой понимается либо потом маточники корявые кто как но с годами ребята вот приходит опыт для опыт я не знаю может 15 лет я уже занимаюсь выводом баток как бы уже рука набитой нужно чувствовать чувствовать как бы ну конечно тоже от погоды тоже много чего зависит точек у меня готов но мы не торопимся выставлять свои пчелосемьи сегодня вот пошел снежок там общем погоду опять обещает но небольшое как бы похолодание тут рисовали как бы дневные температуры пару дней 0 там где-то до плюс 2 но это уже все в прошлом сегодня тоже до нуля градуса обещали последние две ночи было более такие теплые скажем так по минус 5 можно сказать ночью было и так комментарии где пишут когда выставлять пчел люди переживают либо пораньше либо позднее выставить кто как ребята каждый вот пчеловоды уже старые они уже сами набили свою руку и не чувствует когда им выставлять свои пчелосемьи за дачок в принципе у меня вот сейчас все точек готов по состоянию семей которые находятся в зимовниках в этом году я считаю опять же зимовка неплохо проходит у них пчелы сильные я вам показывал сильнейшие пчелы в принципе их можно сейчас выставить на точек ничего не произойдет но если у кого-то слабые семьи конечно не стоит торопиться если зимует они у вас прекрасно в зимовниках усидят еще как бы я сказал ну рановато выставляться в я и сам не выставляю потому что я смог сейчас как бы удержать свои пчелосемьи зимовники у меня полностью все открытые сейчас я заходил где-то четыре до пяти в одну вот самым большом где там в четыре яруса стоят пчелосемьи но тем не менее они сидят но просто там сейчас не стоит особо стукать да если где-то пошевелишь пчелона прямо вскипает некоторые такие сильные семьи но она опять же быстро успокаивается ничего страшного в общем индикатор там у меня есть я чувствую вижу когда придут еще более теплые дни и я и зимовниках как бы начинают челки понемножку хреничные вылетать и падать тут где-то на снег это я замечаю но когда вот это самое вылет пчел у них появляется это примерно уже это во второй половине марта первую половину марта как бы еще ничего все нормально пчелы сидят зимует ну а так совет кому что я могу советовать ребята кому когда выставлять чем посмотрите сами если у вас сидят пчелы тихо спокойно и вы не хотите их тревожить и вам если не нужна вот это вот ранняя выставка что вы рано выставите по или погонят они пораньше может быть и расплод как говорится войдут в активное состояние но не забывайте то что потребление кормов будет больше либо держите пока они сидят когда начнется бурное таяние и выставляйте свои семьи на тачок ну а что вот они стоят у меня здесь вот сейчас на улице у них ппу то были вот теперь и тут немножко пытались сделать небольшой очистительный облет это тем кому приспичило но такого облета не было что бурно вот во всей пасеке не летали нет такого тепла у нас пока еще не было в общем ждем тепла будет тепло завылазят мы и пчелы и зимовников с единичной конечно будем выставляться а так тачок все видите все 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 везде почищены до были еще комментарии когда мы чистили тачок зачем вы так рано чистить тачок зачем еще снега навалит да вот когда мы почистили тачок полностью и после того там еще были снегопады да был снег сантиметров 10 до 15 еще его выпало но мы его опять же потом прошлись почистили но это заняло нас вообще быстро я не знаю в течение часа наверно в полтора все это быстро пробежались почистили с вдвоем с мишей в помощь естественно у нас снегового снега уборщик все вот колышки вот оголенные можно ставить улья а если бы сейчас чистить тачок конечно где-то он есть уже плотный где-то еще ничего так много за вопросов задают по лечению пчел от плещевара когда лечить лучше весной летом там осенью либо только осенью либо как что все общем вопросов много ребята посмотрите сами если вы осенью хорошо пролечили свои пчелосемьи делали тесты что у вас там последний допустим обработка была там где-то отваливалась два клеща где-то вообще не было то после выставки дело каждого конечно я бы конечно не стал обрабатывать как правило я не обрабатываю уже потому что я очень хорошо обработал допустим в соседи а если у вас обработки были слабые осенью немало эффективные знаете что клещ у вас есть ну выборочно сделайте весной тест ну поставьте там полоски либо шевельки проверьте пролейте допустим как будут сыпаться контрольные семьи если осыпь будет что у вас не будет устраивать такая осыпь естественно лечите всю пасеку ну если нет ничего смысла нет пустите пчелы и так ослабленные после зимовки пусть они развивается скажем так ну а там течение сезона смотрите сами в регионы везде у всех по-разному разные регионы ульи у всех разные задают тоже вопросы как вы после обработок качаете нет бьет ну как вот сказать ребята смотрите вот у меня система ребят такая гнездовый корпус под мед идут магазины наверх если пчел обрабатывать доме до сбора когда еще у вас 7 находится в одном корпусе то то можно сделать обработать там до расплода много ну выберите определенные дни 4 через каждые четыре дня обработку обработку это как бы получается так клещ из выходит из расплода и снова вы его сбиваете есть полоски которая длительного действия там с неделю может быть действует при тоже неплохо эффективно но все это надо делать как бы до беда сбора когда подошел беда сбор понесли пчелы нектар ставите вы надставки это в моем случае мы ставим надставки все мы забываем про все лечение никакой химии ничего обработки будут только потом после медосбора когда я за сбор заканчиваться снимаем все надставки мед на откачку семья в корпусе и и обрабатываем сразу обрабатываем взбиваем клеща потом естественно позднее еще обрабатываем этот корпус и потом еще есть такое что нужно сокращать гнезда до сокращаем гнезда рамочки мы забираем но лишние рамочки есть потому что выжимаем все эти рамки ставим сотохранилище сейчас эти рамки после выставки на развитие весну они все уйдут просто все уйдут опять же скажу у всех разные регионы у нас свой регион холодный у нас нет таких взятков как белая акация у нас такого даже мысли нет за у нас не растет здесь нету и и так что вот эти вот рамки начинаем скармливать если светлые рамки с медом ставим на расширение в гнездо там и маточка будет червить таких рамочках а если попадает рамки черные которые нужно выбраковывать но они с медом они ставятся за основную доску скрывается скармливаться мед рамка потом убирается и на перетопку все потом если идет какой-то взяток в моем случае здесь как бы цветение вербы одуванчика дудника различного выросли расширяем гнезда до полного корпуса фактически в этот период и вот тогда мы сподставляем уже ващину пчелки прекрасно и и отстраивает и 5 получаем как как бы обновленное такое гнездо да когда вот еще вот весной мы выставим перебираем гнезда и там еще могут попадаться темные рамки не исключено они также уходят на край методом переостановки бывает такое что и в рамке есть расплод но это все это двигается на крае гнезда в итоге выходит расплод и эту рамку тоже если мед есть который на рамке скармливаться тоже рамки идут на выбраковку до пасека не маленькая работы очень очень много конечно проще работать корпусной системой но там тоже свои есть минусы и плюсы у нас такая система фактически меня на пасеке пасека состоит из ульев двенадцати рамочных и шестнадцати рамочные в основном все ульи из двп сделанные с пенопластом внутри за исключением 16 рамочных ульев там я сделал беги просто из двп снаружи и внутри а пенопласта нет просто пустота тем не менее эти ульев такие у меня присутствует при выводе маток вроде бы и кто-то почитает холодный улей а я их вывожу маток и чего подобного все хорошо все прекрасно нужно брать сильные семьи в этом я уже говорил только в самых сильных семьях рождаются прекрасные хорошие матки ну там еще много факторов много ребята и корм все 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 это все связано ну вроде бы вот так вот так вот в общем ребята пишите свои комментарии зимовка у нас меня на моей пасеке продолжается на этом друзья видео буду заканчивать кому со мной было интересно ставим лайки и подписываемся на канал канал дзен рутуб youtube все ссылки внизу и также вся наша продукция с нашей пасеки всем друзья пока до встречи на моем канале пока пока а и и и